Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Тема урока Электролитическая диссоциация кислот щелочей и солей Цель урока Различить кислот на щелочных тросторов Составлять уравнение электролитической диссоциации кислот щелочей средних и кислых солей По характеру образующих ионов различают три типа электролитов Кислоты основания соли Кислоты это электролиты, которые при диссоциации образуют катионов водорода и анионокислотного остатка HCl, Hn3, H2SO4 Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчатые Например, для серной кислоты число ступеней диссоциации равно 2, так как числа атомов водорода вне 2 Первая ступень – образование гидросульфат ионов Вторая ступень – образование сульфат ионов Основания – это электролиты, которые при диссоциации образуют катионы металла и анионы, гидроксогрупы, гидроксидыоны Натрий – OH, кальций – OH дважды Многоосновные основания диссоциируют ступенчато Например, для гидроксидокальция число ступеней диссоциации равно 2, так как число гидроксогрупов – 0,2 Первая ступень – образование гидроксоионов кальция Вторая ступень – образование ионов кальция Соли – это электролиты, которые при диссоциации образуют катионы металла и анионы кислотных остатков Свойства солей определяются как катионами, так и анионами Если растворимая соль является средней, например, кальций-3-ПО4 То такая соль диссоциирует без ступени, сразу на катионы и анионы Но если растворимая соль является кислой, то диссоциация будет ступенчатой, например, для гидросульфата натрия Первая ступень – образование ионов натрией гидросульфатыонов Вторая ступень – образование сульфатыонов Пройдите по ссылке, посмотрите лабораторный опыт номер 1 и оформите в тетрадь. Задание для закрепления. Задание номер 1. Напишите уравнение и ассоциации следующих веществ. Ашхлор, калийна-3, магнио-Аш дважды, барий-Са-4, натрий-3ПО-4, алюминий-хлор-3. Задание номер 2. Какие из перечисленных ниже веществ могут ассоциировать гидроксид бария, хлорид магния, оксид натрия, сульфат меди, карбонат калия? Запишите уравнение возможных реакций и ассоциации.